Нехватка времени А тема сегодняшней встречи – время. Как не бояться упустить время и удивлять его действительно важным вещам? Поговорить об этом к нам пришла Наталья Епихина – психолог, кандидат психологических наук. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Катерина. И приступить к теме «непростое время» хочется с вопроса, а с какими запросами приходят клиенты, которые касаются времени, но, может быть, они даже не осознают, что это вопрос и запрос о проотношении со временем. Как они это формулируют? Я бы начала, наверное, с того, с фразы, что «будущего нет, есть только настоящее, которое через мгновение становится прошлым». И по факту клиенты в основном приходят либо из одной темы, про прошлое и про свой опыт, либо про свои переживания за будущее, про свои тревоги, про свои страхи. И по факту в настоящем моменте люди практически не умеют жить. То есть они либо туда, либо туда. Готовясь к интервью, я разговаривала с людьми, что их волнует в теме «время», и очень многие признавались, что их беспокоит страх потерять время, страх упустить его, потратить не на то. Откуда берется природа этого страха и как она влияет на людей? Смотрите, сейчас наш мир – это мир многозадачности, где нужно успеть везде. Мы везде хотим быть успешными, начиная от учебы, отношений, работа, семья и так далее. Дело в том, что эту успешность, модели успешности мы берем из картинок, картинок рекламы, картинок разных социальных сетей. И заметьте, что сейчас мышление, когда вы смотрите что-то, например, и у вас не загружается. В «Яндекс» где-то вы видео загрузили в «Ютуб» и не загружается. Что вы делаете? Дальше, дальше, дальше. Нет времени на раскачку. Нет времени на раскачку. Но помимо того, что нет времени на раскачку, вот эта вот неудовлетворенность, она копится. И, соответственно, страх потерять время – это страх по факту не быть успешным в той или иной области. И этого страха много ролей получается, что мы сейчас сильно перегружены. Да, да, да. То есть, так как человек перегружен многозадачностью, ну, соответственно, страх этот усиливается. А что помогает вот в моменте, да, не испытывать этот стресс от того, что я что-то не успею, а вот действительно понимать, что ты выбираешь все правильно, что ты тратишь на то, что нужно. Хороший вопрос. Здесь, ну, может помочь целеполагание, да, когда человек определяет те цели, к которым он идет. И их важно определить с той ценностью, которая есть у человека внутри, да, потому что, опять же, мы смотрим на мир, нам что-то транслируют, да, что-то родители транслируют. Что-то близкий круг транслируют. И цели, да, и ценности не совпадают. Ну, например, я знаю много людей, которые выбрали работу не в соответствии с тем, что они хотели, да. То есть, либо они выбрали работу, потому что, ну, не работу, да, а специальность, да, обучающую. То есть, ту, которую им там навязали, ту, на которую поступили, а потом отсюда уже с вот этих маленьких недо строится вся жизнь человека, да, и возникает страх потерять время. Но еще не этот страх. Мы же очень много времени тратим, ну, по факту впустую, просматривая, да, там, залипательные видео, тиктоки, ютуб, да, вот. А откуда это? Да, это оттуда, что человеку нужно получить эмоции, да. Ну, то есть, эмоции – это наш двигатель, да, а если нет эмоций в реальной жизни, мы их замещаем эмоциями, ну, от видео. И что делать, если я, допустим, осознаю, что действительно, как это, таймкиллеры, да, называются вот эти вот штуки, в моей жизни много того, что убивает мое время. Ну, так получилось. Что мне, как мне быть с этим? С этой зависимости слезть очень трудно, вот, потому что, вернусь опять к тому, что говорила, потому что она дает эмоции, вот. А здесь нужно найти, что эмоционально заряжает вас, ну, где-то еще в реальной жизни, да, то есть, либо это будет, ну, какое-то хобби, какая-то работа, то есть, либо это дети, там, не знаю, общение, то есть, что-то такое. Чтобы создавать себе круги эмоциональные, которые будут вам помогать, ну, быть в реальности, а не в видео. А вот субъективное переживание времени, ведь это же, ну, нет объективного, да, оно всегда либо торопится, либо тянется. Сидишь в кресле у стоматолога, оно как-то подольше, на свидании как-то быстрее. Это вот какая-то типологическая особенность или это действительно зависит от события, в котором ты будешь? Это зависит от события, в котором человек находится. И если вы вспомните свое детство, там, я вспоминаю свое детство, там, у телезрителей мы спросим, что в детстве обычно время какое? Очень медленное. Очень медленное. От начала дня до конца дня проходит, ну, целая вселенная, да. Почему, с одной стороны? С одной стороны, потому что день наполнен разными событиями, эмоционально заряженными. Все новое получается? Все новое, да, все новое, все интересно, да, и, ну, соответственно, у ребенка он внутри нацелен на получение этого нового опыта, вот. Во взрослой жизни, если человек пришел там с утра на работу, да, там, вечером с работы ушел, у него ничего по факту не поменялось, да, никаких новых эмоций он не получил. Ну, если он сам себя не заряжает, ну, мы не говорим сейчас про негативные эмоции, вот, от всевозможных планерок и так далее, вот. Соответственно, да, то есть время для него, оно, с одной стороны, тоже длинное, но, с другой стороны, вчера же Новый год был. А мы можем управлять этой категорией, допустим, есть сейчас модная тема, там, мы в эзотерике, в общем, в психологии, типа, замедляйся, там, да, то есть мы можем как-то по своему выбору управлять этим восприятием? Конечно, можем. Мы можем, ну, как я уже говорила, наполнить, да, свой день, с одной стороны, а с другой стороны, уходить в медитативную практику, да. Чем больше человек будет медитировать, тем для него будет более наполненной его жизнь, да, потому что он будет находить особенные моменты, ну, даже в мельчайших каких-то событиях, да, вот. Да, и уже, там, если ребенок, там, идет со школы, да, или пришел со школы, мы не в проброс ему скажем «привет», да, а мы обратим на него внимание, а, соответственно, обращая на него внимание, мы обращаем на себя внимание, свои чувства, свои эмоции. То есть мы, грубо говоря, улучшаем качество восприятия. Да, реальности. Да, реальности, да. Хорошо. Хорошо. Еще вот обсуждая, что волнует людей в отношениях со временем, у многих есть такая проблема, что люди, ну, как, занимаются прокрастинацией, то есть тупо тратят время не на то, чем-то другим занимаются, откладывают на послезавтра. Это вот в чем психологический феномен прокрастинации, и есть ли возможности что-то с этим сделать? Я хотела бы разделить понятие прокрастинации и лень – это разные вещи, да, это один момент. Второй момент, что в прокрастинации всегда лежит ядро неуверенности в себе, неуверенности в успехе, неуверенности в том, что, ну, то дело, которым я занимаюсь, да, принесет результат, и имеет ли смысл это дело, да, вот. То есть все, что мы откладываем, мы откладываем из неуверенности в себе и нежелания заниматься именно этим направлением, да, потому что, когда человеку интересно, он всегда, он готов и в 4 утра встать. И забывает покушать. Да, и забывает покушать, в принципе, потому что ему это интересно, и там ни о какой прокрастинации речь не идет. Что касается лени, это внутренняя усталость, которую человек не признает, да, ну, то есть усталость от обыденности, от определенного набора действий, да, то есть то, чем человек занимается. И если эту усталость с помощью, ну, там, опять же, определенных техник человек прокачивает и убирает, то, соответственно, у него внутреннее состояние находится, ну, на уровне полета, да, и он уже готов чем-то заниматься и что-то делать. То есть лень, это не психо, не личностное качество, да, а ситуативное от внутренней, вот этого внутреннего состояния. То есть если лень, ищем ресурс, если прокрастинация, ищем интерес, правильно я понимаю? Ну, да. Или ценности своей в деле. Да, да, да. А вот есть еще тоже часто сложность у людей со временем, вот есть люди, кто вот опаздывает, неважно, что за мероприятие, какому человеку, вот просто систематическая какая-то история. Это вот про что? Это субъективное восприятие времени, да, что человек не может придать значимости события, в которых он находится, да, ну, то есть он опаздывает, иногда он, ну, не хочет опаздывать, да, он на самом деле, там, там, старается, но значимость, да, этого события, похоже, для него стремится к нулю, да, ну, то есть если он, ну, не может по факту себя собрать. То есть нужно искать значимость, да, вот окружение какого-то, поняла. Хорошо, сейчас еще очень многие жалуются, что сократился горизонт планирования, что и хотелось бы иметь план на 5, на 10 лет, но реальность настолько непредсказуемая, что невозможно. И у многих всякие сложные чувства вот про это. Вот вы с таким работаете, встречаетесь, что, ну, вот действительно сократился горизонт. Это всегда было для многих людей, ну, в такой приоритете после 35 лет, да, ну, то есть когда человек входит в определенные кризисные состояния, да, психологические, вот, вот, возникает вопрос желания, да, и вопрос возможности, вот, ну, и, соответственно, несоответствие, да, двух этих ситуаций, вот. А сейчас, когда у нас там год назад началась СВО, да, и этот горизонт планирования, он сократился в разы, да, потому что мы на самом деле не знаем, что будет дальше и как будет дальше, но что может помогать? Первое – это своя четкая позиция, ну, то есть внутренняя позиция по любому вопросу, да, то есть что для меня важно, что я делаю, чтобы этот результат был, да, и когда есть внутренняя четкая позиция, то уже эмоциональных качель их не возникает, вот. Здесь важно определить свои принципы, да, на которые ты опираешься. Можно какой-то пример, то есть мои принципы, например, что там, чтобы не происходило, я, например, что, как можно продолжить? Ну, например, что бы ни происходило, я все равно достигаю результата, да, я все равно, ну, если по отношению там ко мне, да, я все равно работаю с клиентами, да, потому что в этом мое предназначение, потому что мне это важно, да, пусть я помогу, ну, хотя бы там одному человеку, да, там, в этой стране, там, в этом мире, но я помогу и смогу его там, ну, не знаю, из петли вытащить, да, то есть это один момент. Что касается, например, воспитания детей, да, и мы на самом деле, ну, сейчас не можем за детей поручиться, да, что они там не попадут в плохую компанию, что они не попробуют там фетамины, например, да, которые там на каждом углу, вот, но я могу каждый вечер со своим ребенком быть бедной, близкой, да, и разговаривать с ним про это, то есть вот это в моих силах, да, то есть я не могу его сопровождать, ну, там, я не знаю, там, 18-летнего ребенка на улицу с друзьями и там следить, что они там взяли и так далее, но я могу быть с ним близкой и могу дать ему эту теплоту, ну, и, соответственно, я даю, да, и вот он мой горизонт планирования, да, я не могу продумать, да, какие-то вещи там за него, но я могу за себя точно вот сделать вот это, вот это. Точно так же в работе, когда работаешь с клиентами, которые приходят из разных организаций, например, да, у них, ну, оптимизация, это сейчас, наверное, очень модное слово, которое везде и всюду присутствует, вот, и они жалуются, да, что вот там мой отдел оптимизирует, вот, куда я там пойду дальше, я не знаю, что мне делать, вот, и когда начинаешь с ними работать, то понимаешь, что внутренняя схема-то у них уже есть, что они будут делать, вопрос в том, что вот эта вот тревожность накрывающая, она не дает даже думать, да, то есть человек просто уходит в эту тревогу, уходит в страх за будущее и, ну, не может активизировать те области мозга, которые отвечают за логику, ну, то есть, грубо говоря, так. В стрессе кора отключилась. Да, кора полностью отключилась. Вот хочется еще про ваш опыт работы с организацией, с людьми в бизнесе поговорить, наверняка же вы тоже общаетесь и с теми, кто в исполнительных должностях, и с теми, кто руководители, и с теми, кто предприниматель, если брать вот категорию отношений со временем, с планированием, есть ли разница в мышлении и в отношениях со временем вот этих трех категорий у исполнителей, у руководителей и у предпринимателей? Смотрите, тут какой момент возникает. Все должности, которых вы сейчас назвали, они все работают в многозадачности. То есть мы возвращаемся к началу нашего разговора, да, и эта многозадачность, она будет успешна только у тех, кто понимает и знает понятие кайрос. Сейчас, вы знаете такое? Вот, сейчас расскажу. Когда человек живет в обычном структурном времени, да, ему поступила задача, он ее делает. Параллельно делает, например, еще одну задачу, потом, ну, дальше и так далее, до конца там рабочего дня, ну, и уходит домой, условно говоря, в 9 вечера. Да, то есть это обычное структурное время. На своих обучениях мы очень часто говорим о таком понятии, как кайрос. Кайрос — это древнегреческий бог удачи, благоприятного момента, да. Ну, то есть когда ты в одну частичку времени можешь вместить очень много задач и, соответственно, по каждой задаче быть успешным. Это вопрос организации своего пространства, организации календаря, да, если мы говорим, ну, там, о бизнес-планировании каком-то. Но не только это. Это нужно быть очень гибким, да, ну, то есть не жестким в своей позиции, что я вот сейчас занимаюсь вот этим и никуда больше там не двигаюсь. А гибкость — это софт-скил с нового времени, да. Если у человека нет этой гибкости, нет этой возможности, ну, самому себе, наверное, больше объяснить, да, что для чего я делаю, ну, то тогда он, ну, во-первых, он сталкивается с эмоциональным выгоранием, однозначно. А во-вторых, он сталкивается с огромным накоплением стресса вообще в принципе. Здесь неудовлетворенно, здесь неудовлетворенно, здесь, ну, и так далее, да, то есть все. Управление временем — это управление благоприятными моментами для реализации той или иной задачи. То есть ты можешь управлять даже своими возможностями? Конечно, конечно. Просто звучит так немножко, противоречит, допустим, буддийскому подходу, потому что который говорит, вот ты моешь чашку, вот и мой. Другими делами не занимайся у тебя, вот одно дело в одну минуту. Это хорошо, но, наверное, не в современном мире. Ага, ну, то есть для буддийского монаха норм, если ты работаешь в большой корпорации, вряд ли далеко уйдешь. Да, да, да. То есть для тех, кто погружен в работу, да, максимально в конкретные ситуации, это, естественно, ну, там норма, да, и у кого на самом деле есть для этого времени. Но современный мир, современные организации сейчас, они, ну, другие, да, где нужно максимально себя мотивировать, да, и включать вот в этот общий ритм. Концентрированно. Да, да. Поняла. А вот мы с вами вначале говорили о людях двух типов, да, те, кто зависают в прошлом и те, кто в основном лоцируется в будущем, в своей голове. Это как бы какое-то тоже постоянное, вот, допустим, я отслеживаю, что я чаще всего в будущем, то есть человек про это в основном. Вот, есть ли какие-то способы возвращать вот тех, кто из прошлого и тех, кто из будущего, в настоящий момент, они отличаются ли для каждой категории своя какая-то история? Нет, здесь есть одна практика, которую любой человек может сделать, даже, там, неподготовленный человек. Это быть в моменте здесь сейчас, то есть, там, я сейчас, там, иду по улице, у меня под ногами скрипит снег, да, то есть, вот этот момент, или я сейчас, там, пью воду. Ну, соответственно, пью воду, ты должен прочувствовать, да, вот вкус этой воды. Ну, то есть, быть в моменте, это ощущать не только свою голову, да, ощущать в целом все свое тело. Вот, потому что очень часто люди думают, что у них только голова. Ну, то есть, все, я думаю, а как там тело, удобно, неудобно, как мы сидим, да, что мы делаем. Что вы чувствуете, я думаю. Да, да, это вот прямо частая тема. Что вы чувствуете, я думаю, вот, вот, да. Я знаю, что вы один из немногих специалистов по футуропрактике в нашем городе. Расскажите про это направление, что это такое? Это метод, который позволяет человеку быстро достичь ресурса. Не результата, замечу, а именно ресурса для того, чтобы достичь результата. Обычно психологи работают, ну, в направлении того, чтобы человека избавить от, ну, негативных каких-то внутренних переживаний, чувств, мыслей, да, и так далее. Вот, а футуропрактика – это определенное направление, которое позволяет не погружаться вот в эти негативные, там, чувства, мыслив здесь и сейчас, а сконцентрироваться на том, что ты получишь в итоге, да. Ну, например, там сейчас у человека, например, нет квартиры, да. Вот, он переживает, думает, что ему там не дадут ипотеку, да, и что, как ему взять, найти средства на эту квартиру. А в футуропрактике, что бы мы сделали? Мы бы поместили человека в ситуацию, где у него уже есть своя квартира, как у него там все расставлено, какие он эмоции там испытывает, да. Да, реально ли кайф ему там внутри этой квартиры, где там стоит этот фикус, я не знаю, там кофемашины и так далее. Вот, и если человеку реально кайф, он получает оттуда драйв эмоций и потом в реальной жизни находит ресурсы. Ну, это по очень простой схеме, я вам рассказала, но это работает. Уже неоднократно использовала этот метод с клиентами, это работает. А не бывает такого, что у человека нет веры, что вот что-то сбудется, да, хорошего в жизни, и он просто не видит вот этого. Не видит, куда ему двигаться. Да, вот этого будущего. Ну, то есть он как бы видит, но веры нет. Ну, то есть что, вопрос веры в тобой. Для этого метода вера не обязательно. Не обязательно, пусть, ну, неважно, веришь, не веришь, вот, поиграем. Да, 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 да. То есть это вопрос такой психодрамы. Вот, но если психодрама как метод, она все-таки больше про боль и про переживания, да, то футуропрактика эту боль, ну, так аккуратненько обходит. И вопрос, мне кажется, который больше всего всех интересует в плане времени, да, что мы хотим вот какое-то будущее, действительно, ну, желаемое, да, то есть какую-то классную картину будущего, так, приблизить и сделать ее более реальной. Что важно знать о времени или как выстреливаете отношения со временем, чтобы управлять своим будущим, да, чтобы, как это, возможно, да, если мы говорим о возможностях, самые благополучные реализовывать, да, самую лучшую вероятность. Я сейчас начну отвечать, наверное, немножко издалека. Ко мне часто обращаются женщины, там, девушки по поводу своих детей, да, и в последнее время частый запрос стал такой, что срываюсь на ребенка, вот не могу, вот он не так все делает, там, не так делает уроки, и все неправильно, ну, то есть все не так, как хотелось бы, да, там, мамочке, вот. И срываясь, ну, то есть, естественно, там, крик на ребенка, да, естественно, ребенок там где-то отвечает, где-то пугается, где-то уходит в себя. И когда мы с этими мамочками начинаем разбирать, а для чего, ну, то есть что ты хотела бы получить с ребенком вообще, в принципе, в итоге, да, в конце, ну, вот я хотела бы, ну, не знаю, там, когда ребенку будет, там, 10, 12, 18 лет, да, я хотела бы с ним построить близкие отношения. Я говорю, окей, хорошо, а вот твои срывы, твой крик, он приведет к тому, что с ребенком у вас будут близкие отношения? Ну, как бы нет, но это однозначно же, да, ну, то есть если человек на тебя кричит, ну, хотите ли вы с ним каких-то коммуникаций? Ну, вряд ли, да, ну, соответственно, когда мы возвращаем, когда я возвращаю клиента в точку, да, той стратегии, для чего ты это делаешь, то сразу человек все меняется, то есть сразу меняется отношение, и тут даже не нужно, ну, там, искать каких-то подводных камней, да, почему ты срываешься, у тебя может быть тоже стресс, а для чего ты это делаешь, да, какая твоя точка, ну, соответственно, вот эта вот стратегия выбора, внутреннего выбора... То есть не я сорвалась, а я выбрала? Я выбрала, конечно, да, я выбрала, да, порой вот нет вот этих миллисекунд для того, чтобы понять, а что же ты выбрал, и что ты на самом деле получишь по итогу. Как я поняла, тема реализации желаемого будущего крепко связана с темой выбора. Как помочь себе в моменте выбирать какую-то более позитивную, адекватную, приближающую к цели реакцию? Нарисуйте колесо баланса, то есть нарисуйте, возьмите в интернете сейчас наберите, там их миллион всевозможных версий, вот, и посмотрите, как ваше колесо идет по жизни, да, то есть если там, ну, не знаю, как минимум там два залома, да, то в этих направлениях нужно работать. То есть делать их приоритетом? Конечно, да, то есть мы умеем работать, чаще всего мы умеем работать по рабочим задачам, да, там прилетела задача, там, неважно какая, бухгалтерии сдать годовую отчетность, то есть как-то они же все сдают, да, что-то делают для этого, вот, прилетела задача, не знаю, там, обучить погрузчиков, да, то есть тоже как-то они там сдают, ходят, да, что-то делают, вот, а когда, почему вопрос, мы не можем свою жизнь подчинить себе, да, и сделать приоритетным какую-то задачу, ну, потому что мы распыляемся на что-то кроме себя, вот, а если, где фокус вашего внимания, там ваша энергия, да, ну, то есть если фокус вашего внимания будет в том, что вам не хватает, да, в какой области у вас неудовлетворенность, там будет ваша энергия. Если вы знаете, что вы хотите, например, ну, не знаю, там, близких отношений с мужем, а он, например, эмоционально для вас холоден, да, то есть вы же что-то будете делать в этом направлении, да, там, я не знаю, устраивать вечерние посиделки, да, как-то там радовать его, наряжаться для него, да, то есть что-то делать для него, и для него, ну, по итогу-то для себя все равно, да, потому что вам нужны, да, потому что вам нужны близкие отношения. То же самое, да, во всех остальных сферах, вот, то есть если, там, человек каждое утро встает перед зеркалом и не удовлетворен своей фигурой, ну, сколько можно? Ну, наверное, нужно встать и что-то сделать для того, чтобы эта удовлетворенность появилась, да, не обязательно для этого идти в зал, да, и платить там деньги, вы можете поприседать и дома, и поджиматься, вот, но почему-то никто не пользуется этим, все в русском менталитете предпочитают, делают выбор ныть, давайте уж такое по-русски, вот, а не работать над собой, вот, поэтому для того, чтобы появился пресс, нужно его качать. Это точно. И у нас финальная часть, мы каждому эксперту предлагаем такой сделать небольшой рекомендательный блог, чтобы нашим зрителям можно было посмотреть, почитать, какие фильмы, книги, упражнения поделать, чтобы добавить гармонии в своих отношениях со временем. Вы сейчас можете прям включить секундомер на вашем телефоне, закрыть глаза и внутренне, не считая, определить одну минуту, да, ну, то есть не считая там раз, два, три и так далее, одну минуту определили, открываете глаза. Если у вас получилось, что меньше 40 секунд прошло, то это означает, что вам уже прям нужно бить тревогу по поводу того, как вы организуете свое время, да, это, ну, такой тест на стресс, да, то есть насколько вы можете или не можете адекватно оценивать реальность. То есть меньше 40 секунд, я в каком-то гипертонусе, в тревогу? Да, да, у меня были люди, которые через 10 секунд открывали, минута прошла, понимаете? Ну, то есть это вот насколько уровень стресса у человека, да, внутренний вот этот зайчик бежит, цейтнот, вот, что он, ну, не может адекватно оценивать реальность, там, соответственно, себя и так далее. Вот, по фильмам и книгам есть всем известный архангельский тайм-менеджмент, да, ну да, да. Вот, все его знают. Ну, как все, это нам кажется, что все, на самом деле, не все. Вот, как организовать свое время и пространство, да, он исходит из того, что есть структурное время, да, есть время, где вы сможете свои задачки, ну, лучшим образом делать. В этой книге есть определенный календарь, который поможет вам, ну, так или иначе задачи, да, вести и сопоставлять. Вот, это один момент. А другой момент, я, наверное, всем рекомендую сделать список ваших ценностей. Ну, то есть, что для вас на самом деле важно, да, то есть, если вам важна карьера, да, то это карьера. Если это семейные ценности, то это семейные. По-честному с собой. Вот, и, ну, соответственно, дальше определить ваш уровень удовлетворенности по шкале. Вот, от одного, ну, не знаю, там, от нуля до десяти. Где эта неудовлетворенность существует, над этим и работать. Все, наверное, помнят эту книгу, сказка о потерянном времени, да, есть даже фильм о потерянном времени, вот, по мотивам этой сказки. И когда, ну, она проходится в школьной программе, и когда эту сказку читаешь, там, в седьмом-восьмом классе, или смотришь мультик, то ничего особенного ты в ней не видишь. У тебя времени впереди еще вагон. Да, еще времени впереди вагон. И когда вот у меня там клиенты некоторые перечитывают эту сказку, для них прям возникает такой инсайт о том, что время конечно, да, и время это точка, которую ты не сможешь вернуть, да, то есть тебе, ну, может казаться, что ты все можешь успеть, да, то есть там основная цель этой книги, ну, цель, наверное, основная мысль этой книги прямо в первом абзаце, да, что мальчик хотел, да, еще успею, да, еще успею, вот, и потом по итогу не успел, да, там ничего. И вот это вот откладывание, да, еще успею, оно и вызывает чувство потом беспомощности перед временем, что ты вот в идеальном варианте, если остановить человека, любого человека, там, остановить вас и сказать, скажи, пожалуйста, вот если у тебя останется там пара часов, и ты знаешь, что ты там умрешь через пару часов, а ты довольна всей своей жизнью, если ок, то отлично, да, ты живешь и выстраиваешь свою жизнь в соответствии с твоими ценностями, да, если ты понимаешь, что ты не успел это, 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 да, или там хотелось тебе еще стать, я не знаю, там, мастером бисероплетения, да, а ты этого не сделал, ну, значит, значит, ты неверно расходуешь свои ресурсы. Спасибо большое за этот практичный, полезный разговор, хочется верить, что у каждого зрителя будет больше мудрости в отношениях к самым главным, самым невозвратным ресурсам в жизни. А следующая наша встреча будет посвящена теме любви, что это за чувства и где в нем есть место выбора. Обсудим. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok